Пока я монтировала видео, Ангелина ходила вокруг меня кругами, просила включить ей какой-то мультик определенный, но я ее отправляла, как бы сказала, что мне некогда там. В общем, она не дождавшись от меня ничего. Здесь одна сидела, пировала-пировала, набросала кучу мусора. Что уж тут она делала одна, я не знаю. В итоге она, короче, отрубилась. Отрубилась вот так. Я всегда, я каждый день угораю с того, как она отрубается. Дело в том, что корейских детей с самого детства, с самого рождения, их не кладут спать в комнате, в которой идеально тихо, идеально темно. И, как знаете, как нас укладывали, нас в детстве так укладывали родители. Если мы ложились спать, то все, должна быть идеальная тишина, должно быть темно. Создавали нам такие, так сказать, идеальные условия для сна, да. Я сейчас скажу, почему это не есть хорошо. Конечно, наши родители хотели как лучше для нас. Но в итоге получилось, что корейские дети, когда вырастают в корейских взрослых, я это вижу постоянно. Если они едут где-то в автобусе, садятся в самолет, куда угодно, если у них есть буквальная минутка там, да, свободного времени, они садятся и сразу засыпают. То есть у них настолько здоровая нервная система, они настолько, как бы, вообще независимы от всех этих внешних факторов, что они могут спать абсолютно где угодно. Мне кажется, они даже пешком могут идти и спать без проблем. В то время, как для меня, например, да, если нет кровати, если нет моей идеально тихой, темной комнаты, то я никогда не усну. Я никогда в жизни не спала ни в машине, ни в автобусе, ни в самолете. Я могу три дня не спать, пока у меня не будет моей кровати с моими подушками. Даже в идеально тихой комнате я сплю одна. Идеально тихая, темная комната я все равно использую беруши, потому что, не дай бог, какой-то шорох. Все, я просыпаюсь и больше я заснуть, как бы, не могу. Вот такая нервная, как бы, система. Так нас воспитывали с детства, так нас приучили. Я поэтому своих детей, конечно же, сразу стала воспитывать по-корейски. Где шел, там уснул. Они могут и на полу где-то уснуть, и где-нибудь на собачьей подстилке. В общем, где они, где что делали, там они отрубились, когда им захотелось спать. Я считаю, что это очень в будущем пригодится. Очень это полезно в будущем. Потому что, да, если ты ночью, корейцы, да, вот, например, если у них ночью нет времени выспаться полноценно, то они днем это наверстают. Едет он пока там на работу, в такси, там, или в автобусе. Сел, поспал без проблем. Только сел, сразу поспал. Мне мама тоже, говорит, была в шоке, когда села в самолет. Говорит, я еще не успела ремень пристегнуть в самолете. Говорит, а корейцы уже газеткой накрылись, и все храпят. Вот такая вот завидная у них есть способность. И я этому всегда очень завидовала. И поэтому детей воспитывают только-только по вот таким вот корейским обычаям. Вот, видите, с ничего, вот из ничего, что просто выйти из комнаты, вдруг в соседнюю комнату, и уже какие-то рождаются темы для видео. На самом деле, корейский менталитет и корейский обычно настолько уникальны, что даже не выходя откуда-то из дома и не заготавливая никакого видео, просто какие-то интересные факты о Корее всегда можно рассказать и показать. Вот, сейчас придет папа и Ангелиночку отнесет в ее кроватку, где она будет спать до утра.